На Камчатке тем временем стартовала самая протяжённая в мире гонка на собачьих упряжках Берингия. Участники за целый месяц должны преодолеть путь длиной свыше 2000 километров. Об истории этих состязаний и трудностях, которые ждут экипажи впереди, расскажет Ксения Колчина. Так звучит собачье нетерпение. Вот-вот дадут старт и можно будет бежать со всех лап. Эти собаки рождены для бега, поэтому самую протяжённую в мире гонку на упряжках Берингию ждут не меньше хозяев. Уже 28-й год с приходом весны на Камчатке запрягают собак. Только готовят не сани, а нарты, а управляет ими каюр. Это не просто погонщик, стратег, как расставить псов в упряжке, с кем поласковее, с кем построже. Всё его заботы. Очень непривычно вот так первый раз управлять упряжкой. Собаки азартные, мчатся вовсю прыть, а ты только и думаешь о том, как бы сохранить равновесие. Ну а те, кто всю жизнь занимается издовым спортом, вот так могут преодолевать до 150 километров в день, управляя упряжкой. Попытки дилетантов правда вызывают улыбку у гуру издового спорта. Андрей Семашкин один из них. Сразу видно, кто вожак в этой стае. Он четыре раза побеждал в Берингии, то есть проезжал на упряжках через всю Камчатку и приходил первым. Такое путешествие длится почти месяц. Камчатский край суров, и в дороге может случиться что угодно, но собаки выручают. Представляете, пурга, не видно передних собак, даже задних. А ты знаешь, что она тебя тянет, она идёт домой, выведет обязательно. То есть это всё у неё, я думаю, что в инстинктах, рефлекторно, и вот эта вот приученность работать именно в команде. Классические ездовые породы, хаски, маламуты, самоеды на Камчатке с щенячества готовят к большому спорту. Безупречный распорядок дня, двухразовое питание. Здесь предпочитают рыбу, постоянные тренировки. На полуострове работает несколько крупных питомников. Здесь 122 собаки, но каждому нужно подходить абсолютно без страха, потому что никто здесь не выкусит и даже не облает. Все, наоборот, хотят дружелюбно пообщаться, быть и дружиться. Всё это ездовые собаки, и они готовятся к береге. Одна из древнейших пород – Камчатская ездовая. И тельмены, и коряки, и вены кроме собачьих упряжек другого транспорта не имели. Для них это не просто спорт, часть многовековой культуры. На гонке представителей коренных народов легко узнать. Не только по одеждам из оленей шкур, по нартам. Их мастерят вручную. Здесь ни одного гвоздя нет. Единственные гвозди подбитые. Железо, полозья, и всё. А здесь без единого гвоздя. Каюры как следует проверяют нарты перед гонкой. В этом году она самая протяжённая за всю историю Беренгии. Стартует на Камчатке, закончится на Чукотке. Итого 2100 километров. Примерно как от Москвы до Парижа. Спасибо, спасибо, хорошо. Ездовые собаки отлично знают, где право и лево. И ещё одна важная в ездовом спорте команда. Вперёд, дюлин, в переводе с венкийского. Так назвали детскую гонку на собаках. Она предваряет Беренгию. На Камчатке воспитаны уже целые поколения каюров. И сейчас на полуострове планируют создать первую в стране школу ездового спорта. Скай, умничка. Скай, хорошее. Ксения Колчина, Александр Савельев, Дальневосточное бюро вестей, Камчатка.